Главные новости дня сегодня в сфере экономики и основная. Резкий рост ставки рефинансирования Центробанка. В ночь на 16 декабря Центробанк России поднял ключевую ставку на 16,5% пунктов, из 10,5% до 17%. Своё решение в ЦБ РФ объяснили необходимостью ограничить существенно возросшие в последнее время девальвационные и инфляционные риски. Как, чем и как скоро это отразится на благосостоянии рядовых жителей республики? Не поддаваться панике, не опускать руки и продолжать работать. Именно так предложил воспринимать сложившуюся ситуацию глава Морел Леонид Маркелов. Я переживаю в России не первый кризис. Это ещё 1998 год, а до этого ещё чёрный флорник каких-то 90-х годов. Это и 2008 год. Главное, чтобы паники не было у людей. Россия – страна, которая из любой ситуации выходит победителем. Нужно немножко переждать, набраться терпения, и победа будет за нами. Всё стабилизируется. Санкции, которые сегодня применяются против страны, они не могли не найти своё отражение на процессах, которые происходят в экономике, но всё это временные меры. Поверьте мне, что со временем ситуация изменится, и стабилизируются цены, и я думаю, что рубль укрепится, уверен в том, что он укрепится. А сейчас главное не поддаваться панике, а работать и делать той деятельностью, которой вы занимались, продолжать заниматься. Отмечу, что повышение ставки рефинансирования, по которой Центробанк кредитует российские банки, потянет за собой все остальные ставки, как кредитные, так и депозитные. По прогнозам, повышение произойдёт в течение двух недель, максимум двух месяцев. КОНЕЦ